Всем бан, точнее бонжур! Мираклс в миру уже как пару месяцев встал с мёртвой точки И в последнее время всё чаще стали появляться новости по данной вселенной Сегодня мы разберём все самые интересные новости касательно анимационного фильма 21 года Трейлеры Квин Би и тайны новой героини Зои Буржуа Ну а мы немедленно, погнали! Радовали-радовали нас новыми сериями 4 сезона и окончив последнюю серию на... Я мусульман Авторы решили завершить сериал, потому что дальше им нечем рассказать Триндец Шутки шутками, но показ дальнейших серий 4 сезона отложен в долгий ящик Где уже 5 лет лежит ориентация Андрюхи Мы думали, гадали, почему нам начали показывать сериал задолго до обещанной осени Звёзды сошлись Всё просто, готово было всего лишь 6 серий Да на момент готовы ещё несколько серий, которые мы увидим не позже, в конце мая Первая серия была истина, которая вышла Дальше ложь, секретная группа и яма Ведь 4 и 5 серии ещё в помине нет, даже названия Но зато мы уже видели 6 серию Монстр Фу И ожидаем Квин Банана, идущая аж с 8 серией Куда делать 7, без понятия В 9 серии ожидается сольник Габриэля Агреста, но он ещё не готов С 10 серии снова провал и 11 серия называется Чувство Вины Спасибо, Зак, ты нас запутал, ненавидим и любим Но это ещё не весь эпик Как насчёт официальной информации о продлении сериала Леди Жук и Кот Латекс на 6 и 7 сезон? Ну шо сказать, это задница? Естественно, нельзя пока ничего надумывать себе Ну растягивай меня такого сериала на столько сезонов издевательства А, ну хотя это фетиш авторов Так, тут нужен умный ум Что же нас ждёт в дальнейшем? Четвёртый сезон должен будет раскрыть хотя бы 70% всех тайн Пятый сезон сконцентрируется на финальном раунде против Бражника нашими героями И завершится его фиаском Дальше что сезон? Новый Бражник, новые проблемы И уже седьмой сезон, а в финале финал Но умера как крейтеры сериала так не умеют Ах да, Зак ещё не отрицает, что может быть и 8, 9, 10 сезон Что же там нам покажут? А, у нас же есть Баникс Ребзы, всё по новой Пишите своё мнение по этому поводу в комментариях Анимационный мультфильм Красота Ля Патан Новый кадр подвёз нам Зак Наконец, берём взгляд на Тики Милаху Её образ не сильно отличается от сериальной версии Цвета стали более выразительные И мимика более яркая Ресницы стали ещё больше Только ради снится, думаю, стоит сходить на этот мультфильм А также Маринет и Серёжки Банинка своими большими китайскими глазками рассматривает новую финтиплюху Один глаз на этот, другой на тот Это ещё не всё Маринет разбирается в хронологии сериальной версии Леди Жука Фото в 720p Ну или Адриана Грест Ведь Зак опубликал данный кадр с надписью Любовь с первого взгляда Ха! Монобруфь И как же без Андрюхи? О да, тебе 100% 10 лет О, Нина, с восьмилетиям тебя Хочу сделать акцент на огрысти Почему глаза диадские? Габрию, у меня вопрос к твоей жене Андрюха явно немножечко исхудал в районе щёк Я даже испытал бодипозитив Из интересных деталей плоские пластиковые линзы в очках у Нины Декор? Модно, стильно, молодёжно Мультфильм ожидается в конце 2021 года Или в начале 2022 года И теперь самое актуальное Новые кадры из серии Queen Banana Но угорать над этим перестать невозможно А серия сама по себе рафленная Бананы, банановолосый Но бананомена не будет Расходимся Из новых кадров мы узнали Что новой горелло-френдом Хлойки А-ля Синти Монстр Зовут Банана Бон Бон Ох, держимся в руках И главная её сила будет в распылении людей с помощью бананов Ай, блин Помимо всего, в этой серии нам покажут новую леди-пчёлу Зои Это абсолютно новый персонаж Который официально является буржуа Стоп, что? Да, именно так они это звались авторы House Sister Что можно перевести от сводной до единокровной сестрой Этот момент, точнее, мы узнаем уже в серии Но со факт того, что у Хлойи всё время была сестра Да и причём само добро Это по ней видно, камон Вызывает много вопросов Где она всё время была? Ах да, её же не придумали тогда ещё Вопросов нет Она является новым сортом геройки Леди Жука Сестра Хлойки одобрала талисманчик За что та стала бананом Нет, я прям серьёзно Новый образ геройния мы можем ценить Ну, прям тут Почему Марин Каскоду доверяет талисман Левому типу, не ясно А, Томас подсказал Здорово, к слову Возраст Зои сопоставим плюс-минус героями Ведь в сериале рост и возраст идентично пропорциональны Чем взрослее человек, тем он выше А Зои ростом с Маринки Ну, кроме стариков Они тут идут на уменьшение и подавление Плинтуса Но это ещё не всё И с кадром к этому эпизоду мы можем заметить Ничего особенного Но здесь Зои отдаёт Финти плюшку С образом Леди Пчелы Хлой, буржа, в образе Леди Пчелы? Данная вещичка похожа на ту, что Маринетта дала мастеру Фу, а-ля мини-сита-такум Хлойке это реально пригодилось бы А Кума и ты лучшие друзья Нравится ли вам новая Леди Пчела? Знаю, что нет Мы продолжаем Ведь у нас есть ещё несколько интересных кадров из грядущих серий Первая это розовая воронка Которая затягивает всех, в том числе и наших героев Абсолютно непонятно На одном из кадров можно увидеть окуманизированную Джулику Снова И да, обычно Джулику не затягивала туда Да и происходит всё в школе Единственная серия более-менее подходящая по тому, что нам показали Одиннадцатая Предстоящая серия чувства вины На этот раз Джулика работает одна И залепляет героев шариками И мы видим кусочек драмы, как кот Нуар идёт на какой-то рискованный Или уже сразу на мире напастный шаг Что пытается остановить Леди Баг И чё? Но мы же знаем, что он крейзи Ему в кайф вообще умирает После этого его, как правило, Леди Жук обнимает Гений Также в этой серии должна будет появиться героиня Ру Сталисманом Свинки Часть трансформации, которую нам уже показали в тизере А в сюжете неизвестно Ждём новостей Ещё напоследок есть пару кадров с сердечками Маринет краснеет Убов взгляд Адриана хочу пиццы Адринет? А кто же его знает? Что интереснее, дополняется этим кадром Где некто передаёт записку сердечкам Адриану Рука справа Андрюхи СтопРотс А вот женская рука вызывает вопросы Ухлой длинные ногти, как и пальцы У Лилы иной цвет кожи С кагами у него вроде как контры Хотя это может быть и примирительная записка Так что кагамку мы не убираем А вот Маринет идеально подходит Почек, сердечко очень сильно похож на то, что сделала Маринка в серии Кот Блан Это примерно 100% что она Признание в любви, неловкое падение И это очень даже вероятно Ну исход один Друг, что происходит? Интересно, но абсолютно непонятно Как мы и любим? Что вы думаете по поводу этих новостей? Тут явно заговор Уж слишком всё кажется интересным На этом мы заканчиваем Ожидаем новостей и новых серий на моём канале Переводу серию уже скоро Всем спасибо за просмотр, друзья До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр!